здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу вам представить художника джон лоури моррисон вы находитесь на канале яркие картины и мы с вами разбираем яркие картины картины которые мне нравятся этот художник шотландец он имеет докторскую степень и если на первый взгляд вам покажется что его работы дилетантские или работы любителя то это не так он профессиональный художник он имеет также награды государственные за вклад шотландскую живопись и его работы интересны их можно разобрать рассмотреть какие приемы художественные он использует для того чтобы возможно как-то применить эти приемы в своей живописи поэкспериментировать его работах как правило пейзажи пейзажи с прибрежными регионами в принципе он пишет то что его окружает и большинство его работа вот если говорить по композиции они может быть далеки от каких-то таких вот стандартных законов композиции хотя вот если вот эти верхние брать все они достаточно грамотные по композиции цветовое сочетание строится на контрасте синего и оранжевого достаточно яркое контрастное привлекающее внимание сочетание еще интересный момент его работах то что у него ну практически все работы это ночные пейзажи многие художники которые любят пейзажи практически не пишут ночные пейзажи вот я пишу пейзажи у меня было за всю историю существования моего магазина на эти конкретно ночных пейзажей может быть штуки 3 почему-то я про них забываю ведь ночные пейзажи очень интересны покупателям и в ночных пейзажах вот это вот темное темное небо она создает такой контраст на фоне которого передний план выглядит более ярко не все работы нравятся у него некоторые кажутся мне ну просто вот мое субъективное мнение грязноватый по по именно по количеству какого-то серого или черного цвета мне кажется он вписывает в его гамме присутствует черный цвет я просто не люблю черный цвет в палитре и я вместо черного использую смесь травяной зеленый мастер-класс и темно-фиолетовый так я делаю темные пятна но он судя по всему использует черный но так мне кажется вот это очень интересная работа ракурс вот этот вот заваливающийся он интересен потом у него больше еще не больше в большинстве до работ передний план как он выделяет акцента передний план просто беленькие цветочки набрасывает какие-то бесформенные дань но на им цветочки непонятно что это тысячелестник или что там растет у них в шотландии тут вот нет беленьких цветочков но есть все равно светлые акценты я своих мастер-классах особенно когда в прямом эфире проводила часто упоминала про то что любую картину может сделать интереснее добавление белых акцентов ярко-белых акцентов в конце будь то букет цветов или это пейзаж но его случае вот это пейзаж и он эти белые акценты используют как цветочки на переднем плане 10 мне нравится очень задний план по цветовому сочетанию в принципе в этой работе нет кричащего оранжевого и мне она нравится больше вообще листа его работы я поняла что он делает ставку на синий цвет синий ультрамарин в основном да очень много ультрамарина в его работах вот это ночное небо характерная да вот эти вот оранжевый цвет на переднем плане это его приемчики такие да ну сама романтика вот этих беленьких домишек тут вот интересно вот эта работа мне очень нравится небо интересное очень вот этот передний план мне очень нравится наверное его вот эти пейзажи где дорога они мне как-то даже более интересно чем те которые с вот этим вот белыми цветочками вот эти белые цветочки мне чуть не очень нравится шахматном порядке разложены почему-то они у него часто бывают вот это очень необычно да но это не его работа поэтому она немножко на него не похожа не его работа мы же смотрим просто в пинтересте через похожие вот его работа мне почему-то вот эти вот его пейзажи знаете чем ассоциируются наверное с картинами крыма вот я когда очень много путешествовал свое время по крыма мы каждый год практически ездили туда с палаткой и вот такие вот картины меня прям ассоциируется с пейзажами крыма почему ну потому что тут вот эти деревьев мало у него у него в основном вот такие какие-то лужайки луга и у меня тоже вот крым ассоциируется с чем-то таким где много степной как бы на заднем плане города и где-то море и какие-то вот степные такие пейзажи вот это вот это вот мне пожалуй нравится работа единственное мне не очень рад что прям по центру и гора и домик друг по другому вот это интересная очень небольшая работа напишите что вам нравится в его работе нравится ли вам гамма цветовая нравится ли вам вот эти вот беленькие цветочки на переднем плане на мой взгляд они как-то простоваты вот у него есть прям сложные интересные композиции но вот эти вот натыканные белые цветочки как-то что-то мне не ложатся но в целом я в восхищении мне вот чисто вот эмоционально его работу дают очень много хотя сама я вот такой контрастный ультрамарин с таким контрастным оранжевым практически не использовала может зря вот эта вот работа открываешь открывается совсем другое в общем друзья сегодняшний день ваш начнется с просмотра этих картин возможно они дадут вам вдохновение на сегодняшний рабочий день рабочий художника а кто а не работает художником для кого это просто хобби это возможно даст вам на выходные вдохновение какое-то но мне хочется попробовать теперь написать картину с ночным небом ночную картину вот это довольно графичная работа также я вам напоминаю что вы можете прийти к нам в клуб продающих художников для того чтобы научиться продавать свои картины за границу освоить все продвижение без которого в современном конкурентном интернете очень трудно продавать свои работы желаю вам интересного творчества на сегодняшний день всего доброго до свидания